Наш завод по производству фармацевтических препаратов в Самаре работает на рынке лекарственных средств более 10 лет. Для производства продукции мы используем различное фармацевтическое оборудование, соответствующее требованиям и стандартам GMP. На общем собрании по развитию производства ведущий инженер аналитической лаборатории предложил обновить некоторое аналитическое и лабораторное оборудование. Используя аналитическое оборудование следят за показаниями уровня влажности, времени плавления, прозрачности, растворения, параметры твердости, толщины, тягучести. Лабораторное оборудование осуществляет процесс подготовки проб для проведения исследований. Инженер лаборатории уточнил, что в прошлом месяце у них произошла поломка таблеточного пресса, который, в принципе, необходим был для производства таблеток с последующим проведением испытаний. Лабораторный таблеточный пресс с производительностью 2000 таблеток в час необходимо было, по сути, приобрети в ближайшее время, так как анализ качества исходного сырья по технологии производства осуществляют с каждой новой партией поставки материала. Мне, как главному технологу предприятия, поручили найти и закупить таблеточный пресс в течение месяца, так как планировалась поставка нового сырья. Главный инженер нашего завода порекомендовал сначала обратиться к производителям оборудования. Они предоставляют гарантийное обслуживание, чертежи, инструкции по эксплуатации, осуществляю монтаж и установку производимой техники. Я последовал его совету. Выбрал в интернете одну компанию в Италии по производству фармацевтического оборудования, зашел к ним на сайт и написал письмо, в котором указал оборудование, которое я хотел приобрести и попросил поободрать мне конкретную машину. Через неделю я получил ответ, что таких машин они уже не производят, однако могут разработать и произвести ее, по желанию заказчика, к концу следующего года. Для нас, иначе говоря, это слишком долго, и я решил поискать пресс у других производителей фармацевтического оборудования. Нашел в интернете компанию из Китая, которая производит различные таблеточные прессы. Позвонил им и уточнил, смогут ли они поставить лабораторное оборудование через два месяца. Они ответили, что у них есть подобная машина. Менеджер спросила у меня номер телефона и сказала, что перезвонит вечером, когда уточнит у инженера своего предприятия о возможностях автоматического оборудования. Однако вечером она не позвонила. Я связался с ними на следующий день. Менеджер сказала, что передала запрос в конструкторский отдел, и когда будет ответ, она свяжется со мной. Это мне показалось странным. Когда ждать ответа? Сколько ждать ответа? Совершенно не деловой подход к клиенту. Я отказался от самостоятельного поиска лабораторного пресса. И тут я вспомнил, что на форуме производителей оборудований для фармацевтической отрасли в Москве я познакомился со специалистом, который, в принципе, занимался подбором и поставкой оборудования для производства лекарственных препаратов. Я нашел его визитку, и перед тем, как связаться с ним, решил проверить, реально ли он занимается поставкой автоматов для фармацевтической отрасли. Для этого я нашел сайт его компании, внимательно изучил информацию на нем. Мне понравилось, что сайт был современным, представлены видеоролики работы оборудования, много контактов для связи. Еще я заметил, что сайт существует с 2003 года. Компания уже долго работает на рынке поставки фармацевтического оборудования, и это дает основания утверждать, что успешно. Я позвонил менеджеру. Он сказал, что вспомнил меня и был рад услышать снова. Я рассказал, что ищу современный лабораторный пресс для производства таблеток. Он предложил вариант таблеточного пресса для исследований, который, в принципе, пользуется популярностью у клиентов и проверен в производственной лаборатории. Я согласился рассмотреть его. Менеджер прислал на электронную почту мне паспорт, инструкцию по эксплуатации оборудования, видеодемонстрирующую машину. Настольное оборудование из нержавеющей стали. Загрузка порошка осуществляется через воронкообразный бункер. Аппарат представляет собой одноплансонный таблеточный пресс эксцентрикового типа. Получение таблетки осуществляется двумя пунсонами, верхним и нижним в матрице. Пресс работает в автоматическом режиме. Возможно, я не получил бы такого отличного результата в такие короткие сроки, в общем, если бы прошел путь по подбору оборудования самостоятельно. Опыт показал, что решение обратиться за помощью к профессионалу в выборе лабораторного пресса для производства таблеток было по сути правильным. Я планирую в дальнейшем пользоваться услугами специалиста этой фирмы в покупке фармацевтического оборудования. Люди думают, что профессионалам в своем деле все дается легко, однако я точно уверен, что такие специалисты работают, чтобы, главным образом, нам так и дальше казалось.